Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Это продолжение партии за Японию в 7th стивилизейшн 6 со случайными технологиями и режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что было в начале, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку и приятного продолжения просмотра. Кстати, а Ереван есть, между прочим? Никто Ереван не находил? Так, ну, наверное, исход евангелистов я попробую взять. Это точно выведет меня в золотой век. Не, подсеять не хочу, просто хочу это... Так, теперь ставим на создание поселенцев. Слева этого города там места есть, я просчитывал бы. Ну и, наверное, морских юнитов я бы построил в Киото хотя бы одну галеру. Так, давайте, в общем-то, отдадим сразу норвежцу то, что я обещал, потому что... Вообще, тупо еще минус пять золота. Норвежец предложение. Так, значит, галера у нас два хода строится, после галеры посела. Так, здесь в Сидзуоке тоже после священного места посела. Я прошу десять ходов, но, в принципе, должно быть нормально. Здесь у нас парень идет... Здесь бы я торговцем или строителем? Вот в чем вопрос. Давайте, наверное, строителя. Я вот здесь вырублю лес на... На поселенца. Фига себе. Как это у вас тут в центре между шумером, норвежцем и голландцем я нашел руинку? Это вы как вообще? Ну, прият, спасибо, что оставили, в принципе. Это моя хода. Да, твоя, твоя. Я понял, что это не было мысли. Забытик темный век, поэтому у них тоже ничего не взял. Просто смотри, что вы... Что что нахуй? У тебя на тарелном еще город влезает. Ты можешь туда еще поставить. И сзади я вижу у тебя территории дофига. Типа, зачем ты меня-то потеряешь? Скажи мне, пожалуйста. Сейчас на колесо. Ты во всем как-то общен этот конфликт или... Или что мы будем делать? Просто человек... Конфликтный, в основном. Это, Шумер, ты мне метку поставил, где город хочешь ставить? Если да, то я не против. Ты мне говоришь, Шумер? Да, я говорю, это ты мне метку поставил, вот там, где город? Я не пройден рядом с луком. Да, нормально. У меня тогда вот сюда встанет. Видишь? Маленький, глянь, тоже. Все, сейчас ставишь. У тебя оливка. Не оливка. Куда город хочу. Ты не против? Маленький. Все еще хорошие места. Это говорит. Это говорит. Короче, все еще хорошие места. Да, исторический круг. Кстати... Ну, я, конечно, кампусы... Вообще, у меня пока один только кампус будет. Спасибо, я тебя понял. Ну, тут священные... Ну, видимо, тут будет кампус ставить. Так, религия на православе, когда он неизвестный игрок. А кто у нас там? Индонезия, наверное, могла набить еще. А что аншан, какой у него создать заповедник? Это вот это, да? Ну, можно подумать, кстати. Над этим придется... Ну, что, поселенца тоже? Давайте тоже поселенца. Я как раз их тут размещу. Очень неплохо. Так. Ну, и где у нас политическая философия? Тут, что ли? Мне вообще бы... Хотя теология... У меня там такие соседства пока плюс два. Мне кажется, теология мне еще рано. Хотя храм. Хотя храм. Не, ну мне бы... Ладно, давайте военную традицию откроем. Посмотрим, что у нас тут. Где политическая философия? Потому что она же еще может быть вот здесь. Что будет еще грустно. О, а что у меня культуры? За счет чего у меня культура? Это... Пошлипинг-галуб. Порвеж, знаешь, просил себе одну пряности вставить. Ладно. Надо наказать его войной. Смотри, у тебя есть коляски такие суровые. Ты можешь его избить. А, по горам, по лицам эти коляски вообще поедут. Так, а куда тут убежал парень? Я хочу тело бить. Надо было отцать золотом подложиться. У меня вообще не слышал. Ну, вот тут точно хорошего страха. У меня хорошо его заметил. Очень страшно. Так, подрубаем. Напустим, вот... Мне бы... Так, рашение я вообще могу как-то ускорить в принципе. Может, мне рашение открыть? Потому что у меня оливки есть. Я рашение... Ну, вот тут я могу ускорить. Давайте будет бесплатно. Вообще-то. Опять фудзи. Ага, тварь. Ну, я не знаю, что мне тут делать с фудзи. Ну, то есть понятно, что лян, но я не могу и разорваться на два. Вообще, мне, очевидно, надо будет лян в Киото сажать. Пингалу куда-то пересадить в другой город. Скорее всего, в Сидзиоку, я думаю. Сидзиоку выглядит перспективно в этом плане. Мне нужно судостроение. То есть, давайте после Киото еще одного... Еще одну галеру, собственно, и откроют нам судостроение. Нам придется этого посела так вести. Тут даже не высадится, обратите внимание. Что ты будешь как-то ставить уже? Да, давай, не буду ставить, окей. Там у них горы, кстати. Неплохие. Ааа... Нету... Нету политической философии. Кайф. Так, ну начнем тогда с оборонительной тактики, наверное. Потому что вряд ли мне кто-то сейчас войну будет объявлять. А там можно строительство еще ускорить. Вот тут политическая философия. Теологию не хочу, потому что у меня соседство пока... У... Священных мест, по-моему, плюс один и плюс два. То есть, ставить теологию, например, вместо чего-то из этого... Нету смысла. Мне, видите, приходится все строить. Ага. Ну, это вот один ос. То есть, тут у тебя только один город я смогу поставить, в принципе. Но он будет очень неплох. Так, пока предварительно давайте сюда. Но мне этот нравится город. Свалил, короче, скаут варварский. Ну и фиксим. Так, подрубаем на посело. Хочу решение открыть. Ты мне говоришь? Банде. Ну, кайф у него тут. Так, давай открытые границы. Норвежец. Предложение. Зачем ты так обратишь? Как? Не вижу где. Слева? Так это далеко тут, через речки. Хрен знает сколько. Я хочу вот тут. Я хочу вправо пойти. А, ты мне отказал. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Там что-то. Там что-то есть. Да нету там. Я вот тут хотел пройти через перец. Пряности. А там справа шумет. Ммм. 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 Ну, расселяться надо, так как мы все-таки у нас ограничили. Еще. Господи. Такое ощущение, что тут ничего не надо. Ой, мне еще и священное место завалили. Кайф. Просто кайф. Ммм. Нарошение два хода. Давайте я, наверное, дождусь оливки обработаю. А потом последним зарядом высажусь и вот эту рыбу, скорее всего. А тут тоже есть какие-то рыбы. Так. Строители. А, подождите. О чем? Политическая философия далеко. Да. Отменили посел, потому что тут очевидные жители умерли. Ты гонишь? Ты что-то бред вообще. Ха-ха. Бывает. Ты понимаешь? Это... Не, ну это сильно. Знать, типа, мне обычно не везет, а тут тебе просто, ну знаешь, все. Кайф. У меня извержение супер вулкана и написано, такого сильного извержения еще не было в истории человечества. Ну все. Четыре клетки, два населения потеряно. Охренеть. А, ну, я вижу, что Алексей поставил Токио на две клетки от Фудзи. Ну, канонично что-то. Ну, я просто не влез бы просто дальше уже тогда. Что делать? Вот, наука. Три шестеренки, три пищи. Ну, вообще, улучшило неплохо, да. То есть я даже без всяких улучшений тут у меня... Я даже, наверное, не буду тут чинить ничего дальше. Так, тут на производство давайте переключимся. Уменьшилось жилье, потому что священное место ПО и ускорили лучников. Отлично. Потому что поломало святилище, которое давало еду и жилье. Поэтому жилье пропало в Киото. Подождите, а кто тут около озера Ассадия поставил метку? Шумер это ты или это норвежий? Это, которое ты имеешь в виду где... У меня оно не подписано просто. Там лошадки и пряности рядом. Да. Ты можешь на одну клетку выше на лошадей поставить? Ну, там выкупил норвежий с клетки. Я на три клетки не дотяну. Я только там две останусь. Ну, совсем не станет. Ну, две останется. Так это нормально. Ты все равно забираешь. И пряности все равно заберешь, и алмазы, и лошадь, соответственно. Потому что я хотел вот тут поставить. Вот. Если ты там ставишь, то у меня не влезет. Самшаном воевать собираешься? Нет, наверное, оставь. К тебе подумаешь. Он просто не на море. Как-то странно стоит в любом случае. Я подумаю. Еще. Голландец, подвинь своего скаута. А, ты мне предложение? Да, давай, давай, проходи. Так, ну попробуем сюда довести этого посела. Так, здесь мы стоим, ждем оливок. Здесь мы в очередь ставим ремонт. С тобой гг-шка забрала. Вот. Что гг-шка забрала? Ну, салаги, которые там с тобой были. А, не, я просто дойду. Так. Ну что, лян взять? Да ладно, дайте пока пингалу на исследователя. Давайте пока вниз исследую, что тут точно больше нету территории никакой. Да, ну лян в Киото стопудово нужно. Токио мне не так жалко будет. Хотя вот тут тоже у нас будут районы рядом с... Так. Рошение открыли. Изучено суд. Странно было дваходно написано. Ну окей. Открыли, так открыли. Кто я такой, чтобы жаловаться? Пока луки не открываем. Давайте верховую езду. Вон где судостроение у нас. Ну, нужно древние стены и судостроение, в общем-то. Поплыли наверх. Давайте думать. Какой вот вопрос? Если район построен на стратегическом ресурсе, что случится? Может сюда? Он начинает обрабатываться. Ну, добавляться. Он не исчезает, он добавляется тебе. Это просто гениально. У меня весь город, просто каждая клетка заставлена. Камень-камень, банан-банан, овца, конь, янтарь, железо. И это потушек идут. Что сносить? Нам бы твои проблемы. Да-да. Такая проблема. Я бы сюда наверно поставил. Тогда я доберусь до всего. Спасибо. Спасибо. Да чей тут? Сколько варваров тут. Просто жесть. Ммм. Ммм. Так, посел-посел. 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 Ммм. 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 У нас будет... Ну, для ромашки. Мммм. Мммм.... Никто не понимает, что, значит, производственная площадь. Тогда священочка сюда. Смотрите, может тут постоять галеры, чтобы варвары не появились пока. Тут будет очень тяжело тогда их выкуривать. Тут надо сюда поднимать. Здравствуй. То есть я бы хотел просто приплыть с поселенцем и сесть тут. Кроме того, они смогут тогда плавать этим галеры. Так, если отбору стоять, они не появятся и все. Нет, у вас никто так и не нашел. Что все это время. Так уж на континенте. Не выйдут, в четвером именно. Да, а не в шестером видимо. Неплохо. Ребята, у вас там шестеро на континенте? Может кто-то один вообще на своем сидит какой-то? Не признается. Надо восстановить, чтобы жилье и еда было. Нет, в принципе, я тогда даже... Я уже и не жалею, что он извергался. Потому что вот эта клетка стала вообще офигительной. Вот эти клетки офигительными стали. Почему нет? Почему нет? Надо бы еще в Сидзуоке подумать. Ну, в Сидзуоке я смогу только вот тут поставить. Блин, надо с этими варварами разобраться, да? Иначе город не встанет. Ну, тут уже игры и развлечения надо открывать. Потому что я строительство даже не вижу. Так, теперь поехали в Киото. Здравствуйте. Стены. Здравствуйте. И, собственно, судостроение тогда. Вопрос хороший. Блин, тут не видно тогда. Господи, как же мне встать? То есть, либо тут, либо тут могут появиться варвары. Нафигация. Блин, ну я-то без торговцев. То есть, как мне тогда тут... Хотя, подождите, у меня аж корпорация. У меня нету третьего мрамора. А что у нас вообще возможно? Ну... Ага, и перца нету третьего. Что у нас перец и оливки делают? Давайте глянем. Значит, оливки. Плюс 30 гражданских юнитов. И пряности. Плюс 15 процентов науки. Вот это круто. Ну это в этом городе будет, да? То есть, ну я корпорацию не могу взять. Хотя, вот здесь я себе выкуплю у шумера. Если я успею выкупить каким-то образом. То будет третья пряность. Больше ж нету, да? И оливки, кстати, могут быть три. Ну оливки со зданием юнитов тоже, в принципе, неплохо. Какая-то пренебрежительная. Ну вот тут какой-то, скорее всего, остров будет. Так, покупаем клетку. Обрабатываем, ускоряем навигацию по звездам. Дружба с голландцем. Ну вряд ли он сюда повезет город ставить, правильно? То есть... Так, потому что у него поисследую территорию. Он, кстати, взял пантеон на шахты. Буддизм. Протестать. Шумер до сих пор религию не основал. У меня уже второй раз пророк накапливается. Блин, я даже не знаю, где мне встать. Может, тут? Вот тут, наверное. Сейчас посмотрим. Да и тут, мне кажется, вот этот не будет виден. Но этот будет хотя бы с этого города, возможно, виден. Так, сделаем. Так, здесь следующий у нас будет рабочий. Ага, здесь надо с морских давайте на юнитов ближнего бойма. Надо еще одного прачника построить. И открывать лучников потом. Так, вот тут у нас после судостроения в лучников пойдем. Хотя и деньги бы не стоило, на самом деле. Наверное, в деньги лучше. Я куплю караванчик. Сколько стоит? 110. Наверное, где-то построю караванчик скорее. Было два хода, стало три. С какого хрена? Давай-ка мы два хода достроим уже. Привет, Шотландия. Дро. Тут стоим. Да, вот так встану. Тут бы клетку купить, чтобы они не появлялись. Но, к сожалению, сама добавится через три хода. Ладно. А нет, нету никакой территории. Ну вот, и зачем вот тут рыбу, например? Как? Я даже не знаю. Если даже тут поставить, не дотягивается же. Шумер. Так, убираю таймер. Да, я вижу, что будет. Сейчас я зайду. Стена достроится. Политическая философия. Блин, один только город нашел. Лучше кроладки. На самом деле, мне в Киото надо. Ну, вообще, конечно, надо, но... Тут устроение пять ходов. Я бы, конечно, поспешил с этим городом, с одной стороны, а с другой стороны он еще долго. То есть, наверное, когда политическую философию открою, поменяю карточку на поселенцев. С поселенцев, точнее. И там пока судостроение. Блин, может мне сначала деньги открыть, потому что у меня хорошие... Ну, чтобы поставить промышленное производство там. Так, давайте я так, наверное, и сделаю. Сначала деньги откроем, потом даже навигацию по звездам скорее, и потом только судостроение, потому что... Долго. А мне расти надо. Пойдут голландцы исследовать. Кстати, а Грузия с турком там воюют вообще? Или договорились? Или воюют? Договорились. Жаль. Ну, как вы, ставите на то, что появится тут варвара или нет? Я уверен, что появится. Просто вот сто процентов, блин. Так, стены есть. Инженерное дело есть. Мне нужен... Вообще, мне нужен караван сначала. Чего я тут... Ничего, мне прачник. Я пока еще не открываю этих ребят. Три хода, тем более, чтобы до смены. Нормально. Нормально. Мне-ка, тебе останется один поселенец всего лишь. Я просто тупо больше негде ставить будет. Хотя, может быть, тут еще что-нибудь, но выглядит, что на самом деле 7 городов и все. Ну, с другой стороны, более-менее, если я сюда успею всунуть, то даже более-менее. О, Сулейман. Я не знаю, что Шумер сюда ходит. На самом деле, тут либо норвежцу надо, либо мне, потому что, ну, за горами получается. То есть, это не совсем его территория. Можно сказать просто, что это у меня за горами, но это все равно моя территория, даже по лояльности. Я уверен, что у него этот город будет отваливаться. Последнего посела, наконец... Ну, не последнего, я имею в виду в этих городах. Так, тут ставим. Так, там торговца. Тут доходим. Да, я бы тут еще постоял. Я хочу апнуть в лучников, когда открою. Там у меня все равно кораблик поплывет исследовать. Ну, там, как леса горят. Как костры горят. Нет. Костры рябин. Как там? Забыл классику. Еще как, еще как горят. Как костры рябин. Какой-то чесновасенький у нас континент. Что-то получалось на четверых. Зато у нас с Грузином много места было. Нагана. Тут у нас будет Олимпийский Олимпийский Игр проходить. Когда-нибудь. В 98-м году. Точнее. Что нам в Сидзоке? Ну, наверное, кампус. Тут очень неплохой кампус. Или, блин, Рабочего. Хотя тут что мне обрабатывать? Нет, пока нечего. Сахар. Сахар. Ладно, давайте Рабочего, потом кампус. И, вообще-то, и Оракул бы был бы в тему. из Киота пока в Сидзоку отправлю. Стояночка. Стояночка. Почему тут нарост нету? Стояночка. Стояночка. Черепашка. Черепашка. и Нагана, когда вырастут, они сразу должны моей религии стать, мне так кажется. блин, я как-то... Алексей, у тебя железа вообще нет? Не знаю, я его не открыл. Кто знает, производство соли и производство какао стакаются. Там просто плюс три жителя нужно даваться. То есть, если у меня два производства, сразу есть, мне шесть жителей сразу будут в городе. Ты не можешь в одном городе два производства ставить? Не, не, в разных, в разных городах будет производство. Ну, так, если в разных, как они стакаются, они для разных городов, ли ты про что? Не, не, там у бонус у какао и у соли плюс 20 процентов роста и жителя новых городах не жители а жилья стрижитель это было бы круто дамик раз работе забыл что я в промышленное производство или как раз мне строителям надо будет мрамор производства поставить потом ну в том случае в деньги иду открываю да и кстати у нас как ты так 16 ходов осталось а я еще религия не распространяю надо бы меня разделать миссионера норвегия сделала религия не голландец как раз одна религия остался наверно все-таки успеет шумер основать да у него следующим ходом появится пророк вообще долго он как-то как раз там по религиям вообще 11 веры 44 веры кстати больше у шумера капает да отведу прачника так начнем как далеко нам вообще будет до судостроения вообще пять ходов я за пять ходов какую-нибудь теология исторические хроники давайте пока так сделаем значит берем чудо я никакое не строю поэтому возьму пожалуй античную республику что ставить я построил поселенцы и пускай будет готов до 1 посол пока нет давайте пока просто плюс два влияния дальше создание строителей морских оборонительных зданий не хочу содержание юнитов два района у меня еще нигде нету ладно может к чудесам но я блин еще нигде не буду строить ландовать просто к производству так но все таки давайте здесь посела последнего как раз пять ходов откроется эти уже как-то вглубь скаутом то мы вместе с галерой одинаковые места открываем смысл ну давайте куплю уже миссионера пойду наверное в аншан и туда к голландцу что у нас там у норвежца религия и у этого религия сейчас будет основывать кстати не основал этим ходом пророка взял до последние религия 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 у шумера тут наверное пойду в эту сторону надо лошадей обработать черепаху и оливки так этот ваншан идет народ там наука прям валит вовсю у меня это же нормально даже без кампуса живем пока пожалуй акведук потому что у нас вообще нету жилья здесь промышленное производство ставим хорошо хорошо я хоть и не знаю когда там шумер планирует город ставить я уже свой привела его и даже не видел кстати вот тут кампус тут кампус будет плюс 4 они даже плюс 5 когда я вот тут еще какой-то поставлю район а тут наверное этот священочек так что дальше ну к сожалению тут с промышленной зоны видимо сюда надо промышленную зону потому что тут нету и некуда акведук здесь ставить в принципе сидзок и пока не тоже непонятно я в токио наверное начну не ну тут надо с гавани тут надо гавани блин у меня не будет торговцев получается у меня коммерческими видите у меня вот проблема для морских наций на этой карте что вы вот у меня только в сидзоке и в этом городе будет коммерческий район и все то есть я видимо за веру придется покупать не махнулся несколько другой только а вон кстати этот поселенец шумера ну надо лян наверно брать я кстати думаю давайте мы наверно уже пересадим пингалу в сидзоку чтобы не откладывать это в долгий ящик значит лян в столицу пингалу в сидзоку да сейчас потеряю науку и культуру некоторое время ну что поделать она пускай пока этот город обрабатывает там я хочу чтобы кведук быстрее построился в голландец уже расселился вовсю мне бы не забыть аншан использовать такие театра очки не помешало бы еще суперизвержение вулкана жалко не около меня в этот раз а тут нужно не подождите сначала давайте судостроение блин шесть ходов а что за глюк был показывала же я что-то туплю ли тут показывал не шесть ходов ну ладно мне надо все равно сначала давайте судостроя раз я уже строю блин но это ладно это не совсем хорошо придется так у нас будет мне нужны гавани мне уже нужны гавани придется поселенцам постоять некоторое время к сожалению о все теперь у нас уже точно нигде не появятся варвары на этом острове ой тут хорошие смотрите все все морские ресурсы достаю кроме вот этих вот но тут просто вы бы без шансов тут это все обрабатывается и какая нас тут между прочим престиж вы знаете вот этот город где можно будет вот здесь поставить да наверное вот здесь стоит или или не стоит что тут будет как бы три клетки которые не работают мне кажется заповедник тут стоит поставить мне такое ощущение именно в этом городе в любом случае попробовать какой-то этот проплыв вот вторая гг-шка создать всадников хорошая идея я подумаю может уже пора теологию открыть где как мне сразу упала наука и культура убрав пенгалу из киота но это надо было сделать лучше когда у вас вы еще можете немножко подожжать поджаться в других местах так тут мы прачника оставляем сто двадцать восемь денег уже тапнуть в лучников а так лишь не открыл лучников подождите как раз кстати потом пойдем в лучников тут вот явно будет железо тоже туда же надо даже не знаю что но наверное все таки черепах сначала обработаю потом оливки я бы наверное тогда этих купил рабочих в столице 140 потому что здесь можно будет производство сразу поставить на оливках потом обработать медь ну кстати норвежец быстрее всех у нас расселяется у него уже эти 44 все норвежи спасибо за приправы греция а ты моли приводишь да 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 в принципе нет а трудовую дисциплину кто взял а ну судя потому что плюс 1 вера из средней клетки пустынь то это моли да а как там там моли походу очень неплохо живет очень-очень даже хорошо ты не брал трудовую дисциплину то есть и ты и у тебя пантеон не на плюс веры за соседние клетки пустынь у меня тут он реки прикол а кто ж там так на пустыню тогда еще на вашем континенте арабу у нас нету будете змеяться на шотландии а мама хочу сюда проплыть о о я ее первый нашел зашибись слушайте ают хай кстати что там вроде неплохое после постройки здания дает культуру объеме 10 процентов от стоим и вот куда мне кого мне надо за союз сразу просто сразу это куча культуры ребята так я еще нашел чудо и нашел руинку блин а я бы здесь кстати поселился я кашу это места голландии но тут круто тем более около пива петахи ну хотя пива петахи просто плюс культуру и золото дает но в принципе здесь очень четок так ну теперь надо здание строить по концу заряда в два нода маастрихт и неймегин обратить рам маха бодхи рам маха бодхи я могу только около священного места с лесом вот здесь например давайте определим кроме того надо что-то с промышленной зоной делать да и венецианским арсеналом кто-то пирамиды закончил многое в жилье нуждается так а что у нас по ресурсам вообще два янтаря но я с ним торгулю нефрит и пряности вот нефрит давайте ну вообще в следующем ходу у меня оливки добавится вторыми теология открыта пошли пока в службу и меняем тут так так наверное храм чтобы быстрее росло или гавань все тут еще есть место и давайте с гавани начнем нужны караваны судостроение 3 хода тут фабрику основали давайте так у нас два заряда два заряда два заряда ну я бы пока сюда пошел к оливкам обрабатываем а тут я уже походил так слушайте это я конечно вайт хайл отлично заглянул прям мне очень понравилось я сейчас должен очень неплохо культуры поднимать за счет этого Женева еще есть ну пока никуда не отправляю у меня кампусов вообще нету унсу только так всадники заповедник военная подготовка великого писателя военная подготовка это у нас что построить военный лагерь блин наверное вряд ли завершили растем тоже гавань этим более гавани очень с неплохо ну я тут золотой экст стопудово выхожу прям вот вот можно даже не беспокоиться строение 3 хода плим я это давайте я посмотрю на плече еще на не это пляж Плюс одно довольство. Так, синтоизм уже в шести городах у меня. Ну, я первый его основал, и поэтому он сам по себе очень неплохо распространяется. Ждем, когда судостроение откроется. Оливки торгуем с норвежцем. Норвегия, предложение. Так, а за что мне сейчас дали? Сейчас, за что-то мне еще... Ух ты, там ГГшку убил кто-то. Кто там покоритель ГГшек? Варвары есть, варвары у нас есть такие, да. Не хочется здесь, на самом деле, ставить храм Махаботхи, потому что тут какой-нибудь район был бы неплохо на соседство. Давайте мы где-нибудь еще рабочего купим. Вот я бы в Токио купил рабочего на этих рыбок. Пообрабатывать 140. Ганна. Нет, это не он сделал. Так, теперь по городам пройдемся. Рост. Еда ничего не залучено. А вот чё ты вот, зачем, наверное, вот там не был. Еда ничего не залучено. В Синзоке. А вот что, я в ГГцару правил. Рост. Еда в следующем году немножко вернется. Как нельзя. Так, там производство. Тут есть. Можно тоже на рост еду переключиться. Блин, надо было перец выкупить. Шумер, ты еще не пожалел, что-то там город поставил? Да, я вижу. Тяжело будет. Попробуем. Галилео, рубрика эксперимента будет у нас. Давайте амбар. Потому что тут не хватает. Ага, мне, наверное, сюда поставлю. Ну, пока амбар. Я говорил, что он будет отвалить. Так, кажется, 6. То есть, он там может губернатора посадить. Но я вам хочу сказать, он сейчас в нормальном веке, да? То есть, у него... Мы даже с голландцем, скорее всего, из нормального века влияем. А я еще в золотую выйду. То есть, если шумер не выйдет в золотой, то это минус город стопудово. Просто подумал, что, может, я зря не выкупил эту клетку. Странно. Зачем он вот эту выкупил? Слушайте, а почему здесь... Почему здесь наука? Только ты не понимаешь, почему тут наука. Шумер, надеюсь, ты мои города обращать не будешь? Не-не-не-не, у нас свобода совести. Я там вижу, идет какой-то миссионер. А бур бежит. Так, 21-25. Немножко вернулась наука. И здесь пинг... Я надышечку обратил. Где у нас... Ну вот надо будет... Блин, а мне тут аквакультура нужна по-хорошему. Мне бы тут еще и геликарнас построить. Вообще, где у нас геликарнас может быть построен? По-моему, только на побережье. Но там не особо важно, чтобы он с гаванью соседствовал. По-моему, в социальных политиках где-то. Необходимо соседство с гаванью. Блин. Ну, мне придется, видимо, удалять... То есть, вот сюда только... Он только сюда может... Ну, тут надо геликарнас. Согласитесь, киота будет неплохо с геликарном. Тут и аквакультура нужна. Вообще, как-то надо лян... Да, у нас тут на одном континенте четыре религии. Прикольно. В смысле четыре? Голландец вроде же не брал религию. Ну, я вижу здесь на острове няш-мяш. Мою. Твою, Алёш. И... Читок еще. Секундочку. А, где есть три у нас? У нас четыре нации, и я не прав. А, нет, три-три. Прошу прощения. Три-три. Все равно много. А то я подумал, что кто-то приплыло. Тайна. Так, следующим ходом мы пойдем город сюда везти. Ну, в принципе, норм расселился. Кстати, вот тут еще у шумера место. Мне надо оливки обработать. Ну, в смысле, фабрику поставить. Что в столице только, это просто единственный ресурс. Естественно, я в столице это сделаю. Так, здесь у нас как раз производство зданий. То есть, это бонус мрамора. У меня в Сидзуоке коррелирует, ну, даже так стакается с Аютхайей. То есть, я быстрее строю здания, которые мне дают еще и культуру. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!